Всех приветствую, рада всех видеть, кто присоединился к нашему вебинару. Как уже сказала Наташа, меня зовут Анастасия. Мы с вами будем разговаривать сегодня об АЗАХ, анализа открытых данных. Это первая серия вебинаров, которые я буду проводить. Ну и очень хотелось бы быть полезной для каждого из вас про вопросы. Еще раз повторюсь, если они будут возникать, вы прям по ходу вебинара можете писать их в чат. Если это какие-то будут по ходу вопросы, то я их буду подхватывать, стараться подхватывать. На общие вопросы отвечу в конце нашей сегодняшней встречи. Ну и сейчас хотелось бы перейти уже к презентации, на которую буду опираться в ходе нашей работы. Сейчас я демонстрацию включу. Наташа, видно, да, все? Да, все видно. Презентация идет. Итак, начну я с плана курса. Как мы уже говорили, это не единичный какой-то тематический вебинар, а такой мини-курс, он будет состоять из четырех вебинаров. Вы их видите на слайде. И в ходе этих четырех вебинаров мы постараемся в таком достаточно усеченном, но тем не менее полноценном формате пройтись по всем этапам, которые связаны с анализом данных. Сегодня мы поговорим о том, что такое открытые данные вообще, какие бывают форматы, где их искать и с помощью каких инструментов можно верифицировать найденные данные. И в ходе сегодняшней встречи мы также начнем работать с Excel. Excel – это главный инструмент вот этого мини-курса. Хотелось бы показать, насколько широкие возможности он имеет. И это не просто обычные привычные таблички, а с помощью Excel можно проводить вполне себе полноценный анализ на всех этапах. Далее мы поговорим, как чистить, предобрабатывать данные перед их анализом. На третьей встрече поговорим о приемах непосредственно анализа с помощью Excel. И в конце попробуем сделать на основе проведенного анализа визуализации и красиво их в Excel оформить, чтобы представить отчет по анализу. Ну и таким образом, как я уже сказала, основные этапы анализа мы пройдем. Они представлены на слайде. Начинается анализ с формулировки гипотезы. И, как я поняла со слов Натальи, на предыдущих занятиях вы уже этого касались. Поэтому здесь мы не будем особо останавливаться. Гипотеза – это какая-то насущная проблема, насущная проблема вашей организации, которую вы хотите решить с помощью данных. Не всегда получается формулировать гипотезу на самом старте работы с данными, потому что иногда мы какие-то совершенно новые данные, какие-то совершенно новые данные начинаем осваивать и знаем лишь их тематику. И такой анализ данных называется разведывательным, и он тоже имеет место быть. Мы остановимся с вами, как я уже говорила, на последующих пяти этапах. И главный результат анализа данных – это какой-то инсайт, который является подтверждением или опровержением гипотезы. То есть какой-то вывод, какая-то информация, которую мы получаем в результате вот этих всех процессов. Ну, еще раз кратко, что мы будем делать непосредственно сегодня. Да, это уже проговаривать не буду. И также здесь на этом слайде есть мои контакты, есть электронная почта и также ник в Телеграме. И даже после вебинара, если у вас какие-то останутся вопросы, потребуются консультации, вы можете мне писать. Я, в принципе, достаточно оперативно постараюсь отвечать. Итак, начнем, как я уже сказала, с самых азов. Итак, мы сегодня поговорим, погружаемся в азы, осваиваем азы и начнем с того, что такое данные. Здесь я привела такое хрестоматийное определение, которое можно встретить в учебниках информатики школьных, что данные – это сведения, которые зафиксированы на любом носителе и пригодны для хранения, передачи и обработки. То есть вот это принципиальное свойство любых данных. Они могут быть зафиксированы на бумаге, могут быть зафиксированы на аудиокассете, на диске. У вас на телефоне сохранены в памяти, где угодно. Но они должны быть зафиксированы, чтобы их можно было в дальнейшем обрабатывать. И результат обработки данных – это информация, тот самый инсайт, который мы получаем и который доносим уже до нашей аудитории, до нашего руководства, смотря кому предназначается, для каких целей мы проводим анализ. Ну и также привожу здесь две цитаты. Вы наверняка знаете, что сейчас весь мир помешан на данных. Все их пытаются собирать, всех пытаются перерабатывать. И на уровне крупных корпораций, и на уровне каких-то небольших предприятий, и коммерческих, и некоммерческих. Все стремятся как-то учиться с ними работать, их использовать. И вот есть две таких ассоциации, высказанные передовиками IT-сферы. Вот Брайан Грязанич, глава компании Intel, он в одном из интервью сказал, что данные – это новая нефть. И почему, да, как можно трактовать это, и как он сам трактует это выражение, что нефть, она изменила жизнь людей после того, как ее открыли и стали использовать. Это было в самом начале XIX века. И, в общем-то, весь прогресс долгое время строился именно на использовании нефти. Сейчас же Пальма первенства передается данным, которые являются ресурсом, и на их основе может быть совершена новая технологическая революция. Эту мысль развила представитель компании Google. Она сказала, что данные – это не нефть, они похожи на солнечный свет, потому что, в отличие от нефти, они неисчерпаемы, то есть они постоянно производятся. Все, что мы с вами делаем, так или иначе фиксируется. Делаем прежде всего, сейчас мы говорим в веб-пространстве, и даже вот наш вебинар до сегодняшнего – это уже тоже определенные данные, которые могут быть каким-то образом использованы. Ну и концепция открытых данных, она формируется активно в 2010-х и сегодня развивается во всем мире. Вы можете видеть определения, которые используются в международной практике, информация, которую кто угодно может свободно использовать и распространять. И это главная характеристика открытых данных. Их можно использовать свободно, но указывать источник, вот указание источника, оно обычно проговаривается. Отдельно об этом мы тоже скажем. Ну и сформирована была такая концепция открытых данных. Также в ней провозглашается прежде всего возможность свободно использовать. В презентации я оставлю ссылки, но сейчас я переходить на них не буду, чтобы не терять время на теорию. Если кому-то интересно, то можно будет потом перейти по ним и все посмотреть, что здесь указано. Единственное, хотелось бы рассказать вам про организацию Open Knowledge Foundation, логотип, который также на слайде представлен. Это одна из ведущих организаций глобальных, мировых, которая занимается продвижением вот этой концепции, ее развитием в мире. И вот их сайт, вы видите, также можно следить за ним. Вот, кстати, уже анонсируется день открытых данных следующего года. Он уже, наверное, около 10 лет ежегодно проводится по всему миру. В частности, и в России тоже есть такое мероприятие, где обсуждают проблемы использования открытых данных, проблемы их обработки, проблемы открытия данных. Прежде всего, вот 6 марта пройдет также и в России. День открытых данных в России проводит партнер вот этой международной организации. Это оно инфокультура. Вернемся к презентации. Ну вот я несколько международного... Настя, можно прерву на минутку? Тут просто по ходу вопрос задают, который стоит сейчас сразу осветить. Непонятно, чем сведения и данные отличаются от информации и как вот, собственно, данные, информацию преобразовывать в данные. Хороший вопрос, да, давайте вернемся. Данные – это любые сведения, необработанные, не прошедшие никакой предобработки, никакого анализа. Ну, например, посты в Твиттере, да, мы можем их выгружать с помощью API Твиттера или там посты ВКонтакте или данные о пользователях ВКонтакте. Это все данные. Мы можем написать, да, программу, которая будет выгружать каждый день, кто что пишет, хэштеги, имена пользователей, тексты самих постов. Но при этом, если мы увидим, да, эти данные, мы никаких выводов, никакой информации не получим, потому что для того, чтобы данные стали информацией, надо их как раз-таки обработать и проанализировать. Ну, преобразование и обработка – это первая стадия анализа, они, собственно, для него нужны. А вот в результате анализа, когда мы посмотрели, там, допустим, по хэштегу, там, не знаю, Трамп, да, какие тексты публикуют в Твиттере, проанализировали эти тексты, выявили какие-то закономерности, мы можем, например, создать портрет того же Трампа или любого другого известного человека, глазами пользователей Твиттера. И это уже будет информация, то есть информация – это какой-то вывод или выводы, которые мы делаем на основе данных. Также, например, более, да, близкие нам примеры, получатели грантов, да, различных, различных ведомств или, например, того же фонда президентских грантов, мы можем получить информацию о каждом, да, получателе этих грантов, название организации, адрес, контактные данные, сфера деятельности, проекты, его описание. Эти данные, в общем-то, находятся в открытом доступе. Но анализируя каждое из этих сведений, да, в организации и проектах в одиночестве, да, это не будет совокупностью. И только когда мы эти данные объединим и проанализируем, найдем какие-то закономерности, мы создадим новую информацию и сможем ее использовать, там, куда-то публиковать и на основе этой информации делать какие-то выводы и что-то прогнозировать, например. Вот. Ответила, да, я на этот вопрос? Уточнение. Хотелось бы пояснить, что такое информация. Информация – это сообщение, да, если уж совсем условно, не условно, совсем упрощенно говорить. Информация – это сообщение, которое мы несем к какому-то получателю. Мы передатчик, получатель, какой-то, да, месседж, сообщение. То есть проанализировав что-то, мы можем… кому-то что-то сообщить. Вот. Это самое главное. Юрий, ну вот с последним, с последним комментарием не соглашусь. Давайте мы этот вопрос, потому что теория информации – это очень большой плац, да, и сегодня у нас с вами не предмет нашего разговора с сегодняшней теорией информации. Но если вы захотите на эту тему подискутировать, то мы можем вернуться в конце, да, с сегодняшнего занятия. Итак, вернемся к тому, что такое открытые данные, да, помимо международных каких-то определений, это понятие определяется и в российских нормативно-правовых актах самых разных. Ну, основа – это же, это, конечно же, закон об информации, информационных технологиях, который определяет открытые данные как общедоступную информацию, размещаемую ее обладателями в сети интернет в формате, допускающем автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком в целях повторного использования. То есть здесь в этом определении, да, мы помимо общедоступности, да, свободы использования, которую мы видели в международных определениях, видим, еще один важный, важную характеристику открытых данных – это автоматизированная обработка. То есть предполагается, что открытые данные – это те данные, которые могут обрабатываться машинным способом, то есть помощью различных программ и языков программирования. Ну и вот на основе всех этих определений, которые мы с вами можем, мы посмотрели, можно выделить три главных основных признака открытых данных, то есть как нам понять перед нами, что это – открытые данные или неоткрытые. Это свободный доступ, машиночитаемость и свободное использование, то есть на них не наложены никакие коммерческие ограничения. Ну и как ограничение для использования данных – это персональные данные, данные, представляющие гостайну, и данные, защищенные авторским правом. Ну и такой очень краткий экскурс был в теорию открытых данных. Если вам интересно будет, вы по ссылкам пройдете, посмотрите. Зачем это все, зачем мировая общественность бьется за открытие данных? Ну здесь две основных причины. Во-первых, данные разные, открытые, те, которые собираются коммерческими структурами. Это деньги, как мы уже сказали, это новая нефть или солнечный свет. Но, во-вторых, данные могут и должны быть в первую очередь использованы общественниками, использованы гражданским обществом для, так или иначе, улучшения жизни общества. Ну и хрестоматийный тоже пример, с которого начинают, наверное, все, кто начинает работать с данными. Это история доктора Джона Сноу, который уже почти 200 лет до этой истории. 1854 год. В Лондоне была страшная вспышка холеры, и никто не мог понять, откуда она распространяется, откуда идет эта зараза. И тогда доктор Джон Сноу собрал информацию обо всех заболевших, нанес ее на карту, собрал данные, прошу прощения, собрал данные обо всех заболевших, где они живут, нанес их на карту, и таким образом увидел, что больше всего людей заболело вокруг одного из источников, одного из колодцев с питьевой водой. Таким образом он получил информацию, что источник заражения, возможно, находится именно в этом колодце. Вот картинку вы можете видеть здесь. Ну и несколько проектов, я тоже подробно не буду на них останавливаться. Современные проекты в первой части приведены такие глобальные международные проекты, которые анализируют бюджеты разных стран в целях борьбы с бедностью, борьбы с неравенством. Это проект, который посвящен анализу данных сельского хозяйства для повышения эффективности, оптимизации использования ресурсов Земли, нашей планеты. Очень много, естественно, проектов по COVID-19 сейчас. У нас экология, защита лесов, защита природы – это тоже всегда насущная тема, и много дата проектов основаны именно на этом. Более такие приземленные, так скажем, точечные проекты. Один я вам покажу. «Карты снега» – это проект, который на основе данных создали власти в Америке. Они собирали около 200 лет, у них есть данные о том, где на Рождество выпадает снег, в какой части страны. И вот таким образом они нанесли тоже на карту и создали карту белого Рождества, то есть люди, которые хотят встретить этот праздник в заснеженном каком-то месте, они могут на ней посмотреть и приехать именно туда, где высока вероятность выпадения снега именно в этот день. И российские проекты, их тоже немало можно насчитать, но такие наиболее крупные в третьей части презентации вы можете видеть. Это проекты по госфинансам, госзатраты, госрасходы. Проект «Если быть точным», он как раз таки связан напрямую с деятельностью НКО, посвящен анализу социальных проблем. Посвящен анализу социальных проблем, его делает фонд «Нужна помощь», и там очень много они собрали данных о социальных проблемах. Если будет вам интересно, посмотрите. Ну и от теории мы переходим сейчас с вами уже к более таким прикладным вещам. Посмотрим, какие бывают данные. Но прежде всего данные делятся на структурированные и не структурированные. К не структурированным данным относят данные, которые не имеют определенной формы. Это те же посты из Твиттера, какие-то записи камер наблюдения, записи, например, разговоров службы поддержки какого-либо колл-центра и так далее. То есть данные, которые не предобработаны, не имеют какой-то структуры. К не структурированным данным относятся также большие данные, данные невероятных объемов, которые обрабатываются достаточно сложными способами. Есть такое отдельное направление анализ больших данных. Мы с вами будем работать со структурированными данными. Но если совсем упрощенно тоже для понимания сказать, что структурированные данные, данные, имеющие форму, и любые табличные данные – это уже тоже структурированные данные. Как я уже говорила, по содержанию тоже бывают самые разные данные – числовые, текстовые, графические, разные изображения. В машинном обучении, например, применяются изображения знаков, дорожных знаков для того, чтобы делать роботов, автомобили, роботы, которые будут эти графические данные распознавать и, соответственно, применять те или иные маневры при их виде. Аудио, видео, геоданные – тоже отдельное очень интересное направление. Но четыре последних вида данных, они больше используются уже в таких более сложных видах анализа. Мы с вами будем говорить преимущественно о числовых и текстовых данных. Если кому-то интересно будет посмотреть, как выглядят вот эти датасеты большие и сложные, тут ссылочки тоже прикрепляются. И далее мы переходим уже к нам ближе данных. И здесь хотелось бы рассказать о пятизвездочном рейтинге открытых данных. Его автором считается Тим Бернер Сли, создатель интернета всей всемирной паутины, которой мы сегодня ежедневно пользуемся. Он предлагает оценивать данные в пяти таких диапазонах, от одной до пяти звезд. И самый низкий рейтинг – это данные, которые представлены в любом формате, в любой форме, но их можно свободно использовать. То есть прежде всего это документы PDF, изображения различные, которые невозможно обработать просто и быстро с помощью различных программ. Ну и также различные неструктурированные данные, как то посты в соцсетях, информация с различных страниц сайтов, просто опубликованная. Ее тоже можно отнести к одной звезде. Она как бы есть, она всем доступна, человеку доступна, но при обработке появляются какие-то проблемы. На второй ступени этого рейтинга стоят данные в структурированном виде. Для нас это прежде всего документы экселевские, не отличаются от CSV тем, что CSV – это три звезды, непроприетарный формат, то есть на него не наложены ограничения, связанные с авторским правом и собственностью коммерческой. CSV мы можем открыть, мы будем говорить, что это такое, любым практически программным обеспечением, с помощью любого языка программирования, тогда как Excel – это продукт компании Microsoft, и здесь у нас уже есть ограничения для того, чтобы его использовать, но как минимум нам нужен пакет Microsoft для создания таких файлов и их анализа. Ну и дальше уже более высокие уровни открытых данных. Данные, размещаемые с использованием URL-адресов, то есть доступные из любой точки мира, с любого компьютера, XML, HTML форматы сюда можно отнести. Ну и высшая точка – это связанные данные, и вот концепцию связанных данных как раз-таки продвигает Timberner Slee. И когда наборы данных, тоже мы к этому уже переходим, они не просто существуют, структурированных данных, они имеют определенные идентификаторы, которые позволяют между собой эти наборы связок. Если кому-то захочется почитать подробнее, также я здесь ресурс один прилагаю. Итак, переходим уже к основной части сегодняшнего нашего с вами общения, что такое набор открытых данных, датасет. Множество разных определений существует, наборы открытых данных, и прежде всего они связаны с тем, для чего этот набор создается и как он будет использоваться. Но в нашем контексте можно его определить как совокупность наблюдений о каких-то переменных в структурированном виде, таком, чтобы можно было доступными методами провести анализ, чтобы не требовалось писать какие-то сложные, новые программы, обрабатывающие эти данные. Не нужно было привлекать большие ресурсы, а чтобы данный, наш набор, он был доступен и понятен всем заинтересованным лицам. И набор данных, он сопровождается всегда, по крайней мере в идеальном мире, он всегда должен быть сопровожден метаданными. Что такое метаданные? Это данные о данных, информация, здесь уже мы говорим не только о данных, а именно о информации, которая описывает содержание, структуру и другие свойства нашего датасета, нашего набора данных. В России, когда создавалась концепция, формировалась концепция открытых данных, были изданы методические рекомендации по публикации открытых данных, и там, в частности, раздел посвящен паспортам, наборов открытых данных, которые содержат как раз-таки метаданные. То есть у нас в России это называется паспорт набора данных, и это непременный атрибут хорошего качественного набора, из которого мы можем получить необходимые сведения, прежде чем мы начинаем работу с набором данных. Но вот эти примеры давайте посмотрим, чтобы было понятнее, что такое метаданные. Вот на сайте всех федеральных органов исполнительной власти вы найдете раздел, который называется открытые данные. Там размещается определенное количество наборов. Название наборов открытых данных, то есть набор каких-то сведений на какую-то тему. И каждый из наборов, согласно вот этой методологии, про которую я сейчас говорила, должен быть снабжен паспортом набора. Вот мы открываем паспорт, и вот здесь почему я взяла фас, потому что здесь достаточно хорошо он оформлен, этот паспорт. У всех они практически, органы федеральной власти одинаковые, потому что структура этих паспортов одинаковая, так как они в соответствии с методичкой их составляют. Но некоторые органы грешат тем, что не очень ответственно заполняют паспорта. Но в данном случае это хороший положительный пример. Итак, что мы здесь видим? Мы видим структуру самой таблицы, вот это методанные, о чем мы говорили. Они структурированы в паспорте набора данных. Здесь должны быть обязательные элементы, которые дают нам представление о том, что в наборе содержится. Чтобы нам не скачать, вот его и разбираться там самим, что там такое за данные, что они означают, мы можем вот этот паспорт посмотреть. Наименование, описание должно быть, обязательно присутствовать. Владелец, ответственное лицо, его контакты, чтобы при обнаружении, например, каких-то ошибок в наборе или при необходимости запросить более актуальную версию набора, мы могли связаться и получить консультацию необходимую. Ссылка непосредственно на набор, мы видим, что здесь он в CSV, в формате CSV размещен, даже можно его посмотреть предварительно, каким он будет выглядеть, прежде чем выгружать набор из сотен, может быть, и тысяч строк, можно посмотреть, то ли в нем находится, что нам нужно. Формат обязательно должен быть указан, чтобы мы понимали, сможем ли мы нашими ресурсами этот набор проанализировать и обработать. очень важный элемент это структура набора открытых данных. Вопрос, да, я отвлеклась, реестр или перечень минимальных наборов данных. Обязательных для ведомств нет таких наборов, они все формируют, каждое ведомство формируют самостоятельно план по открытости, на сайтах они их публикуют, то есть какие данные, в каком объеме и в какой периодичностью они будут публиковать. На сайтах это можно в документации найти. Единого перечня такого наборов нет. Очень важно, я продолжу, метаданные, важный атрибут паспортов это данные, характеризующие актуальность набора. Мы должны видеть, когда он был опубликован впервые, когда был последний раз обновлен, каково было содержание последнего изменения, то есть в данном случае залили новый набор актуальностью мая 2019 года. Может быть там исправление ошибок в наборе, может быть замена структуры набора, то есть поменялась форма документов и меняется сам набор. Мы должны понимать, как это происходило и также очень хорошо, когда есть гиперссылки на версии открытых данных и скачивают эти наборы, мы можем проследить, какие изменения с 2013 года по 2019 происходили в данном случае в реестре недобросовестных поставщиков. Также в паспортах указывается ссылка на методические рекомендации по использованию, которые мы с вами смотрели, не смотрели, а ссылку я давала, каким образом эти данные публикуются. Ну и про структуру я начала говорить, но отвлеклась. Структура набора открытых данных это очень важный элемент, обычно он тоже существует в том же формате, что и сам набор. Вот сейчас мы эту структуру скачаем, я ее быстренько открою в документе. Я сейчас быстро открываю, но мы будем с вами открывать и отдельно, в конце занятия эти данные, поэтому пока не переживайте. Вот структура, я даже ее грузить не буду, пока так вам покажу. Что здесь описывается в структуре, из чего состоит файл, имена полей, как они называются, описание в данном случае на английском, описание на русском, что содержит каждое поле и формат поля, но в данном случае мы видим, что везде здесь строки. Строки может быть сейчас немножко непонятно, но об этом мы тоже будем говорить. Но вот в данном случае хорошая тоже структура, очень хорошо, что есть описание на русском, потому что они всегда присутствуют на русском. И вот посмотрев структуру, мы можем видеть, что по каждому недобросовестному поставщику в нашем датасете мы получим следующие данные, реестровый номер, дата публикации его в реестре, адреса, ИНН, КПП и так далее. То есть вот эти все данные присутствуют в датасете. И прежде чем работать с каким-то набором, мы смотрим структуру, чтобы понять, что в нем содержится. Ну, это был пример государственного источника открытых данных, то есть сайта федерального органа исполнительной власти. Но также как пример быстренько пройдемся. Это проект тоже инфокультуры. Данные НКО здесь агрегируются на этом хабе. самые разные. Их могут сами НКО выкладывать. И также команда инфокультуры публикует какие-то наборы. И здесь также принято каждый набор данных сопровождать мета-данными. В данном случае мы видим тоже файл отдельный. Мета он называется обычно такое название носит. Мета и в его названии уже видим дату актуальности этого набора и этой структуры. То есть здесь в негосударственных каких-то хабах, каких-то коллекциях, наборах данных нет вот такой четкой структуры, как в паспорте, но тем не менее необходимую информацию мы можем получить скачав вот этот файл. Вот что хотелось сказать о мета-данных. Подытоживая еще раз скажу, что мета-данные это сведения, это данные о наборе данных. Они всегда должны сопровождать набор. Из мета-данных мы понимаем насколько качественная, насколько актуальная информация, кто является ее источником, какой орган или там конкретное лицо, человек, физическое лицо тоже может размещать данные и можем уже делать насколько мы можем доверять этому набору и насколько можем использовать его в своей работе. Форматы открытых данных. Мы уже говорили, что они делятся на те, которые может прочитать код, программа машиночитаемых форматов и те, которые без предобработки достаточно сложной доступны только для человеческого восприятия. и сейчас мы с вами поговорим о машиночитаемых форматах, которые используются чаще всего при публикации открытых данных. Но прежде всего это форматы, которые можно объединить аббревиатурой DSV, значения разделенные разделителем, это автология, но тем не менее это действительно суть. Разделители могут быть самые разные, это может быть табуляция, это может быть запятая, очень часто используется точка с запятой, чтобы разделить значения. И вот такой формат доступен для большинства программных средств, которыми мы можем их обрабатывать. Чтобы понятнее было, я сделала примеры, как это выглядит. Вот например файл, это текстовый формат, то есть CSV, вот эти все форматы, их можно открыть в обычном блокноте, в любом блокноте, и в блокноте он будет выглядеть вот так. А в Excel он будет выглядеть уже как табличка, то есть Excel, как и многие другие программы, он понимает, что вот эти все точки запятой между значениями, они являются разделителями и автоматически разделяет их на колонки. И таким образом это все и работает. Но тот же текстовый формат можно открыть не в готовом каком-то программном обеспечении, а с помощью кода программного, который вы написали сами, допустим, и также его анализировать, код все поймет, что как разделять эти значения. Также часто встречающийся формат при работе с открытыми данными это JSON, это также текстовый формат, он создавался в названии, это отражается для использования в JavaScript, но сейчас он повсеместно распространен, и мы с вами будем смотреть разные разделы открытых данных на разных сайтах, и увидим, что очень часто он встречается и используется. Это тоже понятный и машине, и человеку формат, но он представляет собой такую иерархию, справа вы можете видеть, такой кусочек JSON, и здесь все строится по принципу ключ-значение, то есть это формат датасет точнее по грантам, я его приводила, вот сейчас у меня ссылка должна, да, работает, это API портала госзатраты, и здесь хранится информация о грантах, но она правда не очень актуальна, 2013 год, вот всего мы можем видеть записи 302 о грантах, и по каждому из этих 302 грантов есть информация, да, вот она в части, которая обозначена дата, то есть для каждого гранта вот такой небольшой списочек значений, название организации, но это внутренняя ID базы, она нам не очень интересна, статус, да, получателя, победитель, регион, ссылка, да, на страницу вот этого проекта на сайте, сумма, номер, форма, вот которая здесь, они по порядку, здесь расположены, год, оператор грантовый, ID, вот ID, это нужно в документации почитать, не могу слету сказать, что это означает, и название проекта, то есть здесь мы уже можем тоже брать эти данные и там анализировать по регионам, по цене как минимум, по году, если бы у нас была более широкая выборка, и по оператору, то есть вот так вот выглядит JSON. JSON, он также его можно обрабатывать в Excel, но там немножко более сложный процесс, чем CSV, на одном из следующих занятий, скорее всего, на втором в четверг, мы это тоже посмотрим, там нужно писать небольшой такой код в специальные настройки Excel, но в принципе это тоже вполне реализуемо. Также существует распространенный формат XML, язык разметки, здесь вы видите, что тоже такая иерархическая структура, этот XML с сайтом открытых данных Москвы, здесь данные о приютах для животных, то есть можно видеть часы работы в начале структуры этого файла, телефон, контакты и различные другие, другая информация, которую содержит этот набор. чтобы полностью, не будем терять времени, что-то портал подвисает, если кому интересно будет, я эту ссылку на этот набор скину. Итак, три основных формата, это формат значения, разделенные разделителем, разделители бывают разные, их иногда приходится указывать, мы это тоже посмотрим, JSON, иерархический, тоже текстовый формат, и XML, формат разметки. Это три формата, которые чаще всего используются при публикации открытых данных. Далее один из пунктов нашего сегодняшнего плана это обзор кратких источников данных. Здесь я перечислила на двух слайдах такие наиболее интересные и качественные источники данных, где вы можете найти информацию для своих исследований и для своих проектов. И кроме тематических также отдельно выделила региональные, то есть в том или ином виде порталы открытых данных или разделы открытых данных есть у правительств всех субъектов, но здесь я представила наиболее живые, наиболее качественные. Все мы смотреть не будем, если вы захотите, посмотрите потом дальше и тоже вопросы можно будет мне задать по каждому из порталов. Вот я хотела бы в качестве примера такого почти идеального раздела открытых данных привести раздел открытых данных Министерства культуры, он у них даже не на сайте расположен, он отдельно существует, как портал открытых данных Министерства. И здесь все очень структурировано, очень понятно. Мы можем скачать реестр открытых данных. Реестр открытых данных это тоже непременный атрибут вот таких разделов открытых данных. В нем содержится сведения обо всех наборах опубликованных в разделе. Здесь у нас есть информация о том сколько всего наборов сейчас их на сегодняшний день 75. Можем посмотреть даже статистику их использования. Есть форма обратной связи, то есть можно теоретически запросить недостающие наборы. Очень удобная навигация тематически разделенные наборы и мы можем например нас интересуют памятники истории культуры деятельность по их сохранению отфильтровать наборы именно тематические. Если перейти в набор вот например реестр лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия здесь тоже все очень аккуратно и все очень понятно. Мы видим что паспорт все наборы все версии опубликованы типовые условия использования кстати я забыла упомянуть что наборы открытых данных всегда должны сопровождаться условиями использования или свободной лицензии это дает нам возможность пользователей ну и нам в частности понять что мы можем их свободно использовать что потом когда мы что-то на их основе сделаем с нас не попросят деньги какие-нибудь например вот и что очень удобно на сайте Минкультура это то что мы можем сделать вот такой прям предпросмотр в табличном виде и прям здесь посмотреть то что мы найдем в этом наборе отфильтровать его самыми разными способами да тот период который нам интересен и даже можно здесь скачать в формате Excel если вдруг сложно работать с другими форматами эти таблицы скачиваются в Excel тогда как сам набор мы видим он существует в JSON и XML вот это один из хороших примеров и второй я еще один назову который тоже мне нравится именно из-за его структурированности и удобности для работы это портал открытых данных Москвы здесь также очень удобная навигация то есть можно и по полнотекстовым поискам и по каким-то категориям найти нужные вам данные вот я вам показывала XML это доступные забота от животных я сюда отсюда выгружала его и здесь вот мы можем данные найти ветеринарных учреждениях о приютах достаточно много информации интересной и в самом наборе мы видим информацию также можно отсюда провалиться в набор и это это тоже данные которые содержатся в наборе и у портала открытых данных очень хорошая вещь это геоданные вот мы их открываем и видим координаты каждого приюта так ну на этом с обзором порталов я остановлюсь все ссылки здесь приведены вы можете их посмотреть каким-то мы будем обращаться на следующих вебинарах скачивать с них данные и анализировать их разными различными способами также стоит обратить внимание как я уже сказала на сайты федеральных органов профильных например по тематике вашего НКО у них обязательно должен быть раздел открытых данных не факт что он будет информативным и содержательным но как минимум он будет возможно что-то вы там найдете и государственные информационные системы они конечно по большей части закрыты но часто есть у них и открытый раздел доступный пользователям вот например ЕМИС это система Росстата там содержится статистические сведения большинство из тех что собирает Росстат и ГИСО это как раз таки информационная система которая собирает данные о социальной поддержке граждан окей со всем теорией да мы на данном этапе прощаемся и переходим уже к практической работе в Excel сегодня у нас будет не так много этой работы но дальнейшие вебинары они будут полностью все посвящены Excel здесь на слайде вы можете видеть что возможности Excel крайне широкий здесь очень много чего можно сделать все конечно мы все углубиться не успеем но по крайней мере по вершкам и по основным возможностям за оставшиеся три с половиной занятия пробежимся сегодня хотелось бы пройтись про региональные органы власти я думаю вопрос организаторам потому что я занимаюсь Excel возможно подготовлен какой-то спикер Михаил мы на самом деле принимаем запрос на актуальные темы и если тема действительно важна и интересна мы подумаем и найдем спикера потому что да как делать запросы в органы госвласти чтобы они публиковали данные предоставляли для анализа это отдельная большая тема которая в общем тянет на семинар отдельный поэтому с Анастасией мы больше именно про практику работы с теми данными которые уже опубликованы где найти как обработать используя доступные бесплатные инструменты продолжим по работе с Экселем то есть на этих этапах если вам хочется поглубже узнать и приобрести какие-то уже начальные навыки рекомендую прямо на компьютере открывать Эксель и что-то повторять что-то делать потому что глаза боятся руки делают и только когда вы что-то проделаете энное количество раз вы уже сможете этим полноценно пользоваться начнем сегодня в оставшееся время совсем с Азов потому что уровень подготовки я понимаю что у всех разные но с рабочими книгами Эксель наверняка все знакомы здесь я сделала такую небольшую схему с основными элементами то есть каждый файл Эксель который мы сами создаем скачиваем откуда-то или от кого-то получаем он по сути называется рабочей книгой которая состоит из листов может состоять либо из одного листа либо из нескольких листов содержащие определенные данные данные могут быть структурированными но еще не обработанными не преанализированы могут быть уже содержать какие-то отчеты сводные таблицы для того чтобы непосредственно использовать принятие решений например если мы говорим о коммерческих данных из чего состоит рабочая книга кроме каждый лист рабочей книги мы видим основной панель навигации которую принято называть лентой списки вкладок за каждой вкладкой кроется своя лента и здесь основной функционал размещается Excel в Excel можно писать формулы очень разной степени сложности и формулы отображаются здесь а также значения ячеек если мы будем куда-то какие-то значения изучать можем увидеть собственно содержание лист состоит сама таблица структурирована следующим образом столбцы имеют заголовки строки номера строк и если мы хотим получить адрес конкретной ячейки вот как здесь на слайде выделена зелененьким ячейка в поле имя мы можем ее увидеть адрес выделенной ячейки столбец F строка 12 это основной основные такие элементы которые нам потребуются именно в плане навигации и также отдельно сейчас хотелось бы поговорить про форматы данных в Excel Excel поддерживает разные виды форматов вы можете видеть денежные процентные даты в разных видах финансовые номер телефона распознает время дробный экспоненциальный и вот на этой табличке видно что я вводила вот такие значения в ячейки Excel а с помощью форматирования встроенного в программу они превращались в такие вот эта табличка которая была на слайде с форматами и сейчас я ее очищу и попробуем все проделать чтобы понять как работают вообще форматы все проделать с ней чтобы она приобрела точно такой же вид как в каком сейчас она находится то есть от исходной какой-то информации до вот такого вида прежде всего очень полезная кнопка вот сейчас в правом верхнем углу да кстати забыла сказать что у меня Excel сейчас 2016 года возможно у кого-то более поздний 2019 есть Excel также в принципе для всех этих манипуляций пригоден и Excel 2010 года там изменения были от версии к версии но не принципиальные но единственное что Excel 2010 он отличается именно интерфейсом и вот этими панелями для панелями инструментов лентами но если что-то тоже сложно найти пишите я буду как-то подсказывать где-то найти и так важное меню очистка то есть бывает иногда что вы скачали огромную огромную таблицу она непонятным образом сформатирована и нужно очистить можно очистить содержимое мы не будем мы очистим формат и вот мы увидели что все без какого-либо форматирования у нас стала табличка и вот эти вот все значки которые мы видели изначально они пропали но сейчас я этот столбец удалю чтобы показать некий прием не всегда он известен хотя он такой очевидный это заполнение то есть если мы хотим какие-то значения перенести допустим отсюда сюда чтобы потом их форматировать мы можем сделать по старинке ctrl c ctrl v сейчас я на секунду вернусь к презентации вот комбинации клавиш мы будем постоянно использовать они очень ускоряют упрощают работу здесь такие самые распространенные которые я например чаще часто очень использую но я буду постоянно какие-то по ходу дела тоже называть мы можем скопировать ctrl c и вставить нужное место с помощью ctrl v вставить можно так сделать можно используя вот этот функционал автозаполнения перенести данные за квадратик внизу вот этой выделенной области они также скопируются автозаполнение чем еще полезно когда вам нужно однотипными данными однотипными значениями заполнить определенную область допустим у вас есть часть таблицы в которой нет данных они просто пустые но вас не устраивает вы хотите чтобы там было например вот такое значение нет данных тогда вы берете тянете за этот квадратик внизу и все пустые значения заполняются соответствующим значением очень удобно нумерацию проставлять какую-то две или три цифры чтобы показать экселю что мы хотим пронумеровать и он автоматически нам пронумеровал также если мы какой-то шаг делаем например один три шесть он также поймет это и пронумеруют нам они неправильно здесь пять да пронумеруют нам шагом два то есть любой шаг тоже можем выбрать такие простые вещи но часто о них забывают люди и не используют а это действительно может серьезно облегчить работу также еще одна комбинация клавиш она на слайде там присутствует тоже очень часто используется допустим вам надо перенести какие-то данные ну давайте еще на другой табличке вот на этой она уже тоже отформатирована вы видите вам нужно перенести вот эту таблицу на другой лист что-то там с ней делать а эту оставить чтобы она сохранилась в неизменном виде что мы можем сделать мы можем вот как я сейчас сделал выделить всю таблицу еще одна комбинация control a поставить ее на любую заполненную ячейку и она заберет те ячейки заполненные которые находятся рядом с этой ячейкой то есть если бы где-то здесь не было данных она бы не забрала только заполненные еще один вариант это поставить пустую ячейку нажать control a тогда выделится вообще вся таблица такое тоже иногда бывает нужно делать в общем любой из этих способов можно использовать ну тут табличка небольшая можно ее копировать таким образом и я ее хочу перенести на новый лист создаем и хочу чтобы опять все форматирование ушло я хочу свое какое-то сделать форматирование я хочу чтобы были просто чистые данные можно это сделать как мы делали вот этой кнопкой очистить форматы но удобно при копировании или допустим вы скопировали с какого-то сайта таблицу нажать control shift и V и клавиши в данном случае должна быть вот такая таблица сейчас он подумает я надеюсь ставит то есть очистятся все форматы откуда я брала эту таблицу я ее нашла просто на сайте с таким тоже очень часто вы сталкиваетесь на сайте на странице есть таблица которая вам нужна можно конечно всякими разными методами эту таблицу в Excel забрать для обработки но если табличка небольшая как в данном случае мы можем просто опять-таки выделить все данные которые нам необходимо нажать control c и вставить с форматами с разными но обычно ctrl shift v для ставки с очищенным форматированием тоже работает ну ладно раз он ругается не будем терять время чистим форматы с помощью вот этой кнопки и получили вот ту самую табличку но это я немножко отвлеклась как чистить форматы чтобы все выглядело хорошо вернемся к типам какие бывают форматы вот мы ставим сейчас с очищенными форматами в любую ячейку и здесь мы видим формат общий да кстати я забыла сказать что в Excel очень удобная штука навести на любую кнопку на любой элемент и получить справку ну вот мы сейчас видим форматы да какие мы можем использовать и можем их менять но вот неформатированные мы оставим так же как было а в колонке форматированные давайте поменяем чтобы соответствовало типу денежный поменяли и сразу добавилась буква R да то есть если мы какую-то колонку хотим сделать чтобы было видно что речь о деньгах форматируем таким образом так же посчитали мы долю да какую-то там можно даже форму ввести ну вот как в нашем случае да 230 в случае с этим примером и хотим чтобы она держалась красиво с процентами мы можем выбрать процентный формат либо здесь либо вот здесь да и появилось и так отформатировать можно всю весь столбец да и получили процент но это сейчас отменю отменять я думаю вы знаете либо комбинация ctrl z либо вот эта вот кнопочка все вернулось на свои места какие бывают даты даты бывают длинные и короткие но мы вот здесь делаем короткий формат а здесь делаем длинный формат но если вы внимательно смотрите у вас наверное появился вопрос вопрос по поводу обучения экселя да у нас было заявлено что мы сегодня постигаем акзы экселя именно чтобы люди которым это нужно могли в экселе на достаточно продвинутом уровне заниматься анализом данных сегодня у нас первый вебинар где мы постигаем азы и вот последние получаса этим занимаемся дальше будет уже более глубокие вещи мы будем рассматривать но это уже следующие вебинары так как некоторым азы тоже нужны хотела вернуться к дате если вы смотрите внимательно то можете видеть что дата появилась у нас из пятизначного числа 42 430 отформатировалась вполне такую вменяемую дату как это получается давайте попробуем введем сегодняшнее число эксель автоматически его воспринял как дату мы видим здесь но если мы скажем что это не дата это число то мы получим 44 180 почему так происходит потому что эксель он дату воспринимает как целое число и начинает отсчет с 1 января 1900 года то есть вот это число 44 180 значит сколько дней с тех пор прошло ну и если мы захотим дату увидеть в числовом формате то в таком виде как раз таки в таком виде как раз таки мы ее и увидим в числовом формате финансовый он также добавляет но это все можно настраивать там можно не обязательно рубль если вам интересно это потом посмотрим может отформатировать номер телефона да но здесь мы не увидим это вот здесь как раз такие настройки форматов могут быть и да финансовое число десятичных знаков обозначение мы можем поменять допустим если мы не в рублях там считаем в какой-то другой валюте и дополнительный здесь как раз таки есть индексы и номер телефона вот номер телефона мы изменили он информатировался время время опять-таки видите дробь да мы получили долю от чего-то если мы ее поставим время мы получим нормальный формат времени 13 часов 17 минут 46 секунд это тоже интересная особенность экселя без форматирования он время воспринимает как долю от суток то есть 13 часов 17 минут это половина суток чуть больше половины но также дроби если мы делаем красиво можно оформить и экспоненциальный формат обычно он сам себя сам подстраивает это под если мы вводим слишком большое число он его преобразует и мы можем видеть что значит да вот эта получившаяся формула 1,23 в степени 8 десяток вот так можно прочитать это обозначение и вот с этими экспоненциальными форматами тоже связана одна интересная особенность экселя ячейка она воспринимает как число только 15 цифр вот допустим мы ведем да с вами 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 еще 1,2,3,4,5 вот мы увидим опять этот формат но здесь он полностью одображается все хорошо как мы ввели так и получилось если мы ведем еще какие-то цифры вот я несколько добавила ну хотя бы даже одну если мы добавили то эксель он автоматически все цифры начиная с 6 с 16 заменяет на нули такая у него особенность то есть например если мы хотим ячейки хранить ну например номера карт каких-то наших клиентов каких-то наших доноров или так далее вот так водить не получится мы потеряем все сведения да они заменятся на ноль и в таком случае нам надо преобразовывать формат чтобы он был не числовой числовой вот он с нолями идет а текстовый если у нас есть у ячейки проставлен текстовый формат и мы туда введем кучу цифр всяких разных то тогда она сохранится в том виде в котором должна быть замена вот на ноль не произойдет но вообще мы с вами очень часто будем сталкиваться с вот этими особенностями форматов поэтому я так сейчас подробно на них остановилась и очень часто вот эта разница между текстом числом прежде всего между текстом и числом играет злую шутку когда мы скачиваем какие-то данные вставляем их в Excel а он их автоматически преобразует и мы просто данные теряем и за этим нужно будет следить мы будем периодически к этой теме возвращаться уже на каких-то реальных датасетов и вот здесь когда мы с этой табличкой работаем еще один такой простой но полезный прием вот допустим мы вводим какие-то значения и они длиннее чем стандартная ширина ячейки а нам хочется чтобы все было ровненько аккуратненько и красиво мы можем вот здесь вот на где заголовки столбцов навести до такого состояния когда курсор превратится в стрелочку щелкнуть и ячейки ширину приобретут по самому большому значению по слову неформатированный если мы хотим всю табличку так отформатировать чтобы были ровные столбцы мы нажимаем выделяем сначала все это можно сделать нажав сюда либо control как мы уже делали и опять-таки щелкаем сюда и все ячейки приобретают ширину равную содержанию так что еще сегодня я хотела рассказать про комбинации клавиш форматы данных мы сказали в принципе наверное по основам таким все Excel то есть в процессе когда мы уже будем рассматривать реальные какие-то примеры реальные датасеты как их чистить как их обрабатывать конечно будем какие-то такие мелкие вещи тоже проговаривать но для знакомства с Excel или для того чтобы ваше знание обновить пока на сегодня все вот если есть вопросы какие-то рада буду на них ответить анастасия можно пожалуйста про содержание следующих семинаров о чем они будут чуть подробнее чтобы коллеги понимали что мы на этом не останавливаемся и у нас еще три урока впереди да я вот сейчас вернусь в самое начало где мы об этом говорили вот план курса то есть сегодня как я уже говорила мы совсем азы для тех кто не очень уверенно себя чувствует в Excel на следующем вебинаре мы уже будем скачивать конкретные датасеты причем не просто копировать с какого-то сайта а загружать CSV посмотрим как загружается JSON как загружается XML в Excel и что с ними можно делать как вот эти иерархическую структуру преобразовывать в таблицу также приемы различной очистки данных как это выглядит ну вот например здесь да у нас самый простой например хочется убрать из всех ячеек мы возьмем побольше датасет чтобы было интересно вот это G с точкой нам это не нужно или мы хотим разделить там название субъектов чтобы Новосибирска была в одной ячейке область другой и так далее то есть вот эти вот приемы очистки предобработки данных чтобы потом у нас получался нужный нужный датасет нужная структура датасета дальше на третьем занятии мы будем заниматься уже анализом получившихся датасетов здесь мы поговорим немножко о статистике методологии описательной статистики прежде всего ну и также различные построения корреляции и прочие приемы анализа такого не слишком сложного но уже не очень простого как они реализуются в экселе также посмотрим что такое сводные таблицы как с их помощью можно данные анализировать ну в общем это третье занятие полностью будет посвящено этому ну и на четвертом мы получившийся датасет проанализированный уже очищенный будем с помощью разных видов визуализации встроенных в эксель превращать в картинки да и посмотрим способы форматирования которые нужны не для того чтобы получить датасет да преобразовать его или с ним работать для того чтобы уже красиво оформить отчет в том же экселе выгрузить его распечатать и показывать всем кому хочется его показать вот такой план спасибо большое коллеги есть ли еще вопросы у кого-то уточнение возможно да я вижу что тут просят прислать презентации всем кто регистрировался мы отправляем на почту запись сегодняшнего урока и презентации так что пришлем насколько я вижу вопросов нет поэтому сегодня я думаю мы можем завершить наш урок напомню что это мероприятие из цикла исследования НКО все записи предыдущих мероприятий где мы говорили про постановку гипотезы определения методов поиск данных о социальных проблемах вы можете найти на лендинге нашего проекта ссылку мы кидали в чат благодарим фонд президентских грантов за поддержку этого образовательного курса и ждем всех в четверг на этой неделе 17 числа в 15.00 так же как и сегодня всем спасибо за внимание спасибо до свидания